Жители дома на улице Ржевской в Твери бьют тревогу. Их подвал превращается в пруд. Уровень воды растет с каждым днем и вот-вот коснется порога двери. Жильцы дома винят в своих бедах управляющую компанию. Однако руководство уверяет, вины их рабочих нет. Тем не менее, с руководством у собственников квартир конструктивный диалог не сложился. Корреспондент нашего телеканала выяснил, кто виноват и когда будет решена проблема. Пока уровень воды в подвале дома номер 6 по улице Ржевской непреклонно ползет вверх, жильцы и многоэтажки заваливают всевозможные инстанции обращениями и жалобами. Я писала в Тверскую генерацию. Сейчас вот отправленное, сейчас покажу вам. Отправленное. Так, вот. В Тверскую генерацию, в департамент ЖКХ и в госжилинспекцию. А ответа нет? Нет, нет. Ниоткуда вообще нет. Адресатов и писем много, а решение проблемы пока, по словам жителей дома, нет. Кто виноват в том, что их подвал превращается в бассейн, вот что волнует собственников квартир. Как ливануло, сначала была горячая, сейчас, конечно, холодно. Никто ничего решать не собирается. Вода появилась здесь почти две недели назад после визита сантехников из управляющей компании «Солнечный город», который обслуживает этот дом, уверены граждане. По их словам, мастера должны были подготовить к отопительному сезону теплоузел по предписанию тепловиков. Но что-то пошло не так. Слесаря управляющей компании пришли подготавливать наш тепловой узел к отопительному сезону. Были пьяные. А почему так решили? А видели. Жители вот этого подъезда видели. Потом, когда жители второго подъезда спустились в подвал, увидели, что вода прибывает, прибывает. Жители дома говорят, что, несмотря на то, что здание 1928 года постройки, таких подтоплений в подвале никогда не было. Больше всего граждане боятся, что уровень воды достигнет электросчета и случится ЧП. В поисках помощи собственники квартиры первым делом принялись обрывать телефоны управляющей компании. Только на том конце провода ничего конкретного не ответили. А кто будет исправлять-то все это? Мы не можем найти концов. У нас с руководством управляющей компании вышел более конструктивный разговор. Директор пояснила, что в курсе проблемы. Более того, такой же бассейн в подвале и в третьем доме. Только в том, что затопило цокольные этажи зданий, как уверяют в управляющей компании, вины их работников нет. Мол, это проблема Тверской генерации, так как случился прорыв на подведомственной Е-теплотрассе. Ресурсоснабжающие организации подтвердили, что есть повреждения, но воды в подвале могло бы и не быть. В теплосетях у нас есть повреждения в районе Оршевская-7. На завтра у нас запланированы ремонтные работы по устранению этого повреждения. Прорыв из-за большого износа теплосетей, который очень длительный срок эксплуатируется, управляющая компания должна обеспечить установку газоводонепроницаемого сальника, предотвратить поступление воды в подвал, чтобы минимизировать возможный ущерб имуществу. По крайней мере, поступление воды есть, значит, он не работает. В управляющей компании, в свою очередь, заверили, что ликвидируют потоп, как только будет приведен в порядок поврежденный участок. Продолжение следует...